Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня пятница, ваши плюсики говорят о том, что трансляция идет нормально. Давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. Сегодня новостной поток, сосредоточен в основном на двух странах, это Великобритания и США, но есть еще и объем производственных поставок, месячные данные по Канаде, там нет данных, поэтому комментировать здесь нечего. Что касается данных по Великобритании, ВВП, совершенно нейтральные значения и по году, и по кварталу, мы с вами наблюдаем, ожидается 3,1 годовые данные, квартальные данные, рост 0,8%. Корреляция прямая. Чем выше показатель, тем крепче национальная валюта. Возможно, рынок уже подготовился к тому, что значения будут нейтральными. С вчерашнего дня идет боковое движение, британский фунт не растет, не падает, после того, как он очень сильно снизился на заявлениях марка Карни, потом торговался в таком достаточно узком ценовом диапазоне. Что касается Соединенных Штатов, сначала будет индекс деловой активности в производственном секторе, здесь ожидается снижение, надо сказать, что данные все достаточно разноречивые, разнонаправленные, годовые цены производителей так называемый PMI-индекс – это снижение на 0,1, месячные данные – снижение на 0,3, тот же самый индекс, но так называемое его стержневое значение, без учета продовольственных товаров и цены энергоносителей, снижение на 0,2, годовые данные, месячные данные – нейтральные, то есть совершенно так же, как в предыдущем отчетном периоде ожидается по прогнозу. Далее, промпроизводство – рост на 0,1, используемых производственных мощностей, падение – было 0,79,1, теперь снижение до 0,73 ровно. А индекс потребительского доверия – рост с 81,8 до 82,5. Все показатели прямые абсолютно, то есть чем выше показатели, тем лучше для американского доллара, и, соответственно, наоборот, снижение показателей может привести к удешевлению американского доллара. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Если есть вопросы, напишите слово «Есть», затем напечатайте свой вопрос. Если же вопросов нет, то ставим плюсик и пойдем с вами дальше, посмотрим, как ситуация выглядит с технической точки зрения. Вижу, что вопросов нет, теперь смотрим технику. Индекс доллара, уже многочисленные попытки были торговаться выше 50-процентного уровня Фибоначо, все попытки были неудачные, вчера тоже была такая очередная попыточка, затем цены снижались, но закрылись вблизи этого уровня, сейчас торгуются практически без изменений по отношению ко вчерашнему дню. Теперь смотрим шестерку валютных пар, мажорных валютных пар, которые составляют этот индекс доллара. Начинаем с пары евро-доллар. Трендовый индикатор две скользящие средние, тренд нисходящий в фазе импульса, а здесь у нас восходящий тренд. Поэтому мы не торгуем по этой валютной паре, наше с вами сленговое выражение «курим бамбук» или «сидим на заборе». Здесь никаких разночтений или двусмысленности быть не может, совершенно четко, не торговый день сегодня по этой консервативной трендовой торговой системе. а диапазон не торгуете, поскольку цены находятся в средней трети. Британский фунт. Тренд, нисходящий в фазе импульса, и то же самое подтверждает индикатуре цены. По британскому фунту сегодня день продаж. Открываем четырехчасовой фрейм. Был прилив. Нам нужно дождаться, когда закончится отлив, и начнет формироваться новая приливная волна. По сигналу осциллятора в продажу. Сигнал должен быть сформирован, зафиксирован. И вот только после того, как будет четкий сигнал в продажу, нужно будет открыть часовой фрейм и подождать узкого волатильного бокового движения. Консолидация, так называемая. Если все срастется, ключевое слово «если». Ставим отложенный приказ sell stop. Определяем точку выхода, где будем выходить стоп лоссом. Теперь, что касается целей по этой валютной паре. Реальная ближняя цель расположена достаточно близко от текущей цены. Абсолютные значения 1,6630, то есть это менее фигуры, поэтому здесь вряд ли правила управления капиталом позволят вам открыть эту сделку. Ну и только в качестве бонуса можно рассматривать движение к нижней границе ценового канала 1,6490. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции по британскому фунту. Как обычно, если есть вопросы, нужно писать слово «есть», чтобы мы сделали паузу и подождали, пока вы напечатаете свой вопрос. Если же нет, то просто ставим плюсик, дабы не тратить времени, поскольку я вижу только плюсики, это означает, что вопросов нет и можно идти дальше. Смотрим последнюю валютную пару из обратных котировок, это австралийский доллар. Тренд нисходящий в фазе отката, а здесь вообще восходящий тренд. Поскольку индикаторы друг другу противоречат, значит, мы тоже с вами сегодня не торгуем, сидим на заборе или курим бамбук. Это означает, что никаких сделок по этой валютной паре, поскольку нет четкой доминанты ни бычьей, ни медвежьей. Далее рассматриваем триаду прямых котировок и, как обычно, начинаем с японской иены, доллар к японской ей. Тренд, восходящий в фазе импульса. Теперь смотрим на гистограмму. Гистограмма имеет положительное значение после отрицательного. Это означает, что гистограмма теперь находится выше нулевой отметки и растет. Из этого мы делаем вывод, что по этому индикатору тренд, восходящий в фазе импульса. И поскольку это на сто процентов совпадает с тем, что говорит второй трендовый индикатор, мы делаем вывод, что сегодня по этой валютной паре у нас день покупок. Направление сделки нам совершенно четко известно. Это покупки. Открываем четырехчасовой фрейм и пытаемся отследить внутреннюю структуру рынка. Идет прилив, цены растут. Значит, нам нужно подождать окончание приливной волны. Входить уже сейчас поздно. Это очень будет запоздалый сигнал, поскольку, посмотрите, на часовом фрейме у нас уже ничего не выполняется. Здесь о входе говорить нельзя, поэтому ждем, когда закончится прилив, потом будет волна отлива. И только на формировании новой приливной волны, если сегодня все это срастется, если нет, то на завтра, по сути дела, тоже остается день покупки. Эта динамика очень сильно не изменится. Только если цены пойдут вниз, то в этом случае эта гистограмма может поменяться. Поэтому нужно будет смотреть в понедельник по тому, как закроется сегодняшняя свечка. На текущий момент, повторюсь, нужно ждать, когда начнется новая приливная волна и по сигналу осциллятора в покупку вы определите момент входа. После чего часовой фрейм и должна быть консолидация узкого волатильного бокового движения. И только в случае, если все-все-все срастается, отложенный приказ бай-стоп. Смотрим точку выхода, где будем выходить стоп-лоссом. Ну и в качестве цели середина верхней трети 103,5 иен за доллар. 103 точка иена и еще 57 за 1 американский доллар. Вот примерно такой расклад по японской валюте. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, я жду вашей реакции. И как обычно, если вопросы есть, сначала слово есть, но этого нет, есть только плюсики. Смотрим швейцарский франк. Тренд восходящий в фазе отката, а здесь вообще нисходящий тренд. Прямое противоречие индикаторов. Значит, сидим на заборе, курим бамбук, сделок не совершаем. Совершенно без вариантов. Канадский доллар. Тренд восходящий и тренд нисходящий. Прямое противоречие индикаторов, то же самое, стопроцентная заборная ситуация активного курения бамбуковой палочки. Индикатив евро-франк. Уже активно закрепился ниже вот этих пунктирных линий. Господин Джордан ничего не предпринимает. Находится в жестком режиме стендбай, в режиме ожидания, ждет, когда Национальный банк Японии начнет предпринимать какие-то активные действия. Видимо, в паре уже с японцами начинать удешевлять свою национальную валюту. В одиночку швейцарцы явно не хотят этого делать. Золото – это последний финансовый инструмент с точки зрения консервативного анализа. Смотрим, что у нас здесь с вами. Во-первых, давайте внимательно посмотрим, что же у нас происходит с мувингами. Здесь на закрытой свечке нужно посмотреть в окне данных. значение какого из мувингов у нас выше. Итак, короткий мувинг имеет значение 1302 и 172, вернее, 17 центов и еще 0,02. А вот 155 мувинг – то же самое у него значение в долларах. Это означает, что пока что вот на этой свечке, на закрытой свечке, у нас медленный мувинг находится выше быстрого. То есть быстро все еще снизу находится. Поэтому пересечения пока что не произошло. Если динамика не изменится, то в понедельник у нас уже поменяет направление свои фильтры. Сейчас пока что этого не произошло. Поэтому здесь пока что фильтры смотрят все еще вниз по золоту. Всем ли ясно, всем ли понятно, что я имел сейчас в виду? Как нужно пользоваться окном данных? Давайте еще раз покажу. У нас есть окно данных. Если мы наводим свечку на нужную нам свечку, а вот эта свечка закрыта дневная, да, это еще не сформировалось. Поэтому у нас цена может пойти вниз, у нас значение этих скользящих средних поменяется. И вот здесь, на этой свечке, мы смотрим показания вот этих вот наших мувингов. По этим цифрам будет понятно, который из них расположен выше и который ниже. И вот, пожалуйста, мы видим, что значение 55-периодного мувинга – 172, а значение 155-периодного мувинга – 362. Поскольку 362 – это больше, чем 172, это означает, что он выше расположен. Значит, медленный мувинг у нас расположен выше, а быстрый пока что все еще внизу. Вот поэтому пересечения пока что еще не произошло. Поэтому пока что на сегодняшний день отдается предпочтение сделкам только на продажу. А вот если все сохранится так, как оно есть на текущий момент, да, это будет белая свечка, вот текущий день закроется белая свечка, то завтра уже речь может идти о покупках. Плюс ко всему, значит, тут еще что. Буквально через пару-тройку дней мы начнем немножко понижать вот этот верхний уровень Дончиан. Он будет уже на максимуме вот этой свечки, пусть незначительно, но, тем не менее, верхний уровень понизится, соответственно, чуть ниже уйдет наш с вами полтинчик. И уже почти полностью совпадет со значением 1300 долларов за одну тройскую унцию, то есть будут достаточно ровные цены. Вот. На сегодняшний день только один единственный вариант – отскок от верхнего уровня Дончиана, для этого должен быть четкий сигнал в продажу при отскоке от этого уровня, сигнал осциллятора в продажу, как вот здесь, но цены должны находиться вблизи этого уровня. Далее, часовой фрейм и узко-волатильное боковое движение. В этом случае можно будет попытаться сварить полпорции черепахового супа. На текущий момент это 1302 доллара и еще 24 цента за одну тройскую унцию. Вот такой расклад по золоту на текущий момент. Мы закончили среднесрочный консервативный анализ. Трудящийся просит показать агрессивную торговую систему, которая называется «Могучий аллигатор» системы Билла Уильямса. Эльнара, вы скопируйте свой вопрос. Чуть позже, если останется время, вы еще раз его вбросите. Договорились? А пока что смотрим хищника. Итак, что у нас по хищнику? Пара евро-доллар. Есть опорные точки для продаж, но у нас нет ни одной опорной точки выше пасти аллигатора. Это говорит о том, что пока что ситуация не торговая. Пасть еще не закрыта, аллигатор еще не заснул, поэтому по евро-баксу мы пока что находимся в режиме стендбай для того, чтобы у нас определились верхние точки. Британец. Здесь есть опорные минимумы, максимумов опять же нет, но если ситуация не поменяется кардинальным образом и цены не смогут подняться выше вот тех максимумов, где у нас были вот на этих двух свечках, об этом вы узнаете только когда у нас закроется. Давайте посмотрим, какая свечка выше, вот эта выше. Значит, у нас должна закрыться эта свечка в 11 часов и в 12.00, если цены не поднимутся выше, чем вот здесь на этом максимуме, то вот этот бар, белая свечка, будет у нас фрактальный. И тогда межфрактальное пространство у нас с вами будет составлять всего ничего 15 пипсов, даже меньше чуть-чуть, порядка 15 пипсов, очень комфортная ситуация. Значит, для продаж вот он опорный минимум. В 12.00 вам будет понятно, что вот этот. Будет ли этот бар фрактальным? Если будет, значит, это будет опорным максимумом для покупок. Сюда нужно будет прибавить spread плюс 1 пипс, отложенный приказ buy-stop. Для продаж вы читаете, из этого минимума 1 пипс ставится, отложенный приказ sell-stop. Вход по первому измерению одним юнитом. Юнит – это одна десятая часть от общего объема сделки, которую вы сознательно выберете для торговли по этой агрессивной торговой системе. Австралиец. Пасть открыта вверх, явно не торговая ситуация, поэтому торговать по этой торговой системе на этой валютной паре не получается. Япончик. Здесь уже нужно было быть в рынке одним измерением. покажу. Вот у нас было такое межфрактальное пространство. Это менее десяти пипсов. Девять с половиной пипсов. Очень комфортная ситуация. Комфортнее уже не придумаешь. Отложенный приказ buy-stop должен был стоять выше этого опорного максимума. Значит, на этой свечке вы должны были войти. По первому измерению вы уже должны быть в рынке. И нужно открываться, добавляться только по второму измерению. Но все, кто пропустил первый вход, по второму входить нельзя, поскольку это будет неграмотная торговля. Швейцарский франк. Ситуация зеркально перевернута, как по евро-баксу. Но у нас есть опорный максимум. И если еще два часа цена не опустится ниже вот этого минимума, а это значит, что у нас закроется десятичасовая свечка, потом откроется одиннадцати, двенадцатьчасовая и в 13.00. Только вы поймете, будет ли этот бар фрактальным. Если да, значит, вот у вас будет опорный максимум. Это опорный минимум. Сюда прибавляем спред плюс один пипс, отложенный приказ buy-stop. Из этого вычитаем один пипс, отложенный приказ sell-stop. Вход по первому измерению, опять же, только одним юнитом. По канадцу ситуация не торговая. Здесь нужно ждать. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, я жду вашей реакции. Эльнара можете не повторять свой вопрос, он не пропал, я его вижу, поэтому давайте посмотрим. Вот, ну возьмем это на, скажем, швейцарском франке, на шаблоне. Я не буду его менять. Никита, вы пока печатайте свой вопрос, а мы евроканадцы посмотрим. Так, здесь у нас нет евроканадца. Давайте мы его извлечем. Здесь еще новенькие не пересеклись по евроканадцу. Тренд восходящий в фазе отката, а здесь не исходящий. Эльнара, понятно, да? То есть если все сохранится, как есть, если сильных изменений не будет, то завтра будет день продаж. А здесь пока что ситуация не торговая. Вот примерно такой расклад. Никита задает вопрос. Он заметил, что мы пользуемся стахастиком на четырех часовых таймфреймах. На них он лучше, чем Momentum и OSMA. Это совершенно разные индикаторы. Стохастик — это осциллятор, а индикатор OSMA — это трендовый индикатор. Momentum является дополнительным индикатором, не основным. Он только дополнительный. Как по аллигатору определяются опорные точки? Опорные точки — это фрактальные точки. Все очень просто. Вам нужно обязательно почитать теорию хаоса Билла Уильямса. Там это совершенно четко описано. При закрытой пасте межфрактальное пространство — это и есть то самое первое измерение, на что способен рынок. А что такое фрактал, я здесь рассказывать не буду, поскольку это не обучающее занятие. Какие будут вопросы по существу? Готов на них ответить. Пожалуйста. Никите все стало ясно. Всем остальным тоже все ясно. Ну что ж, это не может не радовать. Благодарю всех за внимание. С вами был Дорсен Гатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательными и осторожными. Берегите себя. Удачи всем. Еще раз нас всех с вами поздравляю. Сегодня пятница. И트 Лайка. Удачи всем. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...